Единение собственников имущества или ОСИ сравнительно новая форма управления жилищным хозяйством, регистрация которой вызвала немало вопросов у жителей. Привычные КСК в скором времени канут в лету, но по-прежнему в регионе остаются многоквартирные дома, где жильцы так и не определились с формой управления. В этом году законотворцы придумали очередные новшества, призванные упростить переход на ОСИ. Так ли все просто, узнавали мои коллеги. Как известно, в 2019 году были внесены изменения в закон о жилищных отношениях, согласно которым на замену КСК пришли ОСИ и ПТ – Объединение собственников имущества и простые товарищества. Строки перехода определили до 2022 года, но затем продлили в виду ряда причин. В итоге до 1 июля 2023 года всем, кто еще не определился с формой управления, придется поторопиться. В противном случае по представлению жилищной инспекции будет осуществлена принудительная ликвидация КСК. На данный момент в регионе зарегистрировано 290 ОСИ. Были внесены изменения в этом году. Если на квартирный жилой дом превышает 30 квартир, то обязательно он должен регистрироваться в форме ОСИ. На данный момент у нас есть, сейчас работа по ликвидации продолжается, но более 200 по области у нас достаточное количество еще КСК, которые будут ликвидироваться. Либо в добровольном порядке, то есть собирается собрание, общее собрание, где решается вопрос о ликвидации КСК и ПКСК, при этом все документы переходят в новую форму, то есть в ОСИ или в простое товарищество. Либо, если не пройдет добровольную ликвидацию, то уполномоченный орган, это жилищная инспекция, выходит с представлением судебного органа о принудительной ликвидации КСК. По словам представителей Департамента юстиции, они в течение продолжительного времени проводят консультации с жильцами, которые регистрируют ту или иную форму собственности. Любые вопросы жильцов они готовы рассмотреть. Вместе с этим на помощь жильцам приходят и цифровые технологии. Так, в начале марта в Астана Хаб была презентована новая онлайн-услуга – голосование и регистрация ОСИ, где разработчики показали новое приложение «Управдом» – ocdom.kz, которое также можно найти в App Store и Google Play. Благодаря ему схема регистрации становится понятной и простой, уверяют разработчики. Для этого достаточно подать заявку в формате онлайн через приложение. Следует отметить, что идентификация жильцов и собственников дома проходит через Digital ID и подписание ЭЦП. Данный проект полностью соответствует требованиям информационной безопасности и имеет соответствующий аттестат. Разработчики проекта до конца года планируют охватить 20 тысяч домов по республике. Карина Мурадова, Анна Мацепола, Мия Расхатули, Алтаекпарат.